Сотрудница администрации железнодорожного района Лариса Рубан с улыбкой и хорошим настроением управляется с граблями. Молодая женщина в компании своих коллег вышла на уборку мусора и прошлогодние листвы. Хочется, чтобы наш любимый город был чистым, поэтому я с удовольствием участвую, чтобы глаз радовался и радовал наших жителей чистотой города. Все-таки мы живем и родились и выросли в нашем родном городе Самара. И мы его любим. В Самаре 1 апреля начался месячник по благоустройству. Граблями и лопатами вооружаются сотрудники управляющих компаний, организаций, предприятий и администрации областного центра. Уборка скверов, парков и придомовых территорий идет каждый день. Но основной объем работ проводится по средам и субботам. Сегодня приводили в порядок бульвар первых космонавтов. Это не случайно, ведь средник совпал с Днем космонавтики. Присоединиться к уборке города могут все желающие. Все необходимое находится в пунктах выдачи инвентаря. В железнодорожном районе их 31. Жители охотно откликаются на все наши призывы. На самом деле принимали участие уже и в субботниках. И среди недели объезжаешь территорию района и смотришь, в общем-то, жители выходят, когда у кого есть время и на своих территориях наводят порядок. Благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, жители Самары сами решают, какие общественные пространства преобразятся. В этом году в голосовании примут участие 20 локаций, две из которых находятся в железнодорожном районе. Это парк в поселке Толевый и бульвар по улице Чернореченской. Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства на федеральной платформе пройдет с 15 апреля по 31 мая. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.